Бойка и торговля идет на улице фасадная. Одежда, обувь, домашний утварь, мясо и овощи. Товар на любой вкус. Эти палатки возникли здесь стихийно несколько лет назад. И с тех пор ни один из продавцов не потрудился получить разрешение на торговлю. Руководитель департамента потреб рынка и представители районной власти выясняют у Лоточников подробности. Человек бежит с работы, он забежал и что-то купил. Вопрос, можно я вам скажу одну вещь? Сходите в ярмарки Самары, заключите договор и стойте. То есть можно здесь? Подождите, вам постоянно администрация говорит, вы почему не идете и не торгуете законно? Понятно. Торговые ряды расположены прямо вдоль тротуара. Кроме разрешения на торговлю, у продавцов отсутствуют и документы, подтверждающие качество продуктов. Но покупателей это не смущает. Кушать хочу. Ну вы хотите кушать, а вы как отравитесь? Я кушать хочу, понимаете? А вы смотрите. На Пугачевском тракте такая же история. Стихийный рынок занимает огромную территорию. Жители близлежащих домов уже устали от мусора и антисанитарии. Силами администрации отсюда вывезли незаконные киоски. Но торговцы тут же разбили палатки на этом месте. По беседе с жителями сейчас мы достаточно много разговаривали. Понятно, что им нужен цивилизованный рынок. Инвесторы есть на строительство крытых рынков, крытого рынка в этом районе. Нет в земле сейчас. Соответственно, и жители возмущаются, если мы говорим о том, что мы будем что-то сносить. Пока районные власти определяются с местом будущего рынка, жителям не придется ездить за продуктами за 3-9 земель. Здесь же, на Пугачевском тракте, расположены ряды, которые ведут торговлю на законных основаниях. У них есть договоры аренды, они платят налоги в бюджет города. Марина Матвеевична, Григорий Прешаков, События.